всем привет друзья и сегодня на моем обзоре очередной монитор от компании яма pro lite x 2783 hsu итак давайте пройдемся по комплектации это подставка это вторая часть подставки дальше у нас идет пачка с инструкциями провод для подключения usb портов соответственно сетевой кабель и приятная штука это hdmi кабель все по комплектации больше тут ничего к сожалению нет он что касается сборки как вы видите болтов практически нет то есть это делается вот так вот папам все стойка собрано как крепится сам монитор на стойку давайте посмотрим вот таким вот образом то есть все элементарно ну если вам нужно вы это естественно все дело закручиваете но по сути он никуда не выпадет у вас и так вы понимаете регулируется он только по наклону вот таким вот образом на самом деле есть такой же монитор абсолютно такие же параметры только есть более навороченная ножка которая регулируется по высоте почему я не взял потому что мне нужно было только подвес видите даже в самой инструкции написано что есть монитор pro lite один в один такой же вот его номер он уже поднимается вверх вниз также переворачивается на 90 градусов то есть если вам именно не нравится из-за того что у него такая ножка не двигается вы можете приобрести вот эту модель и проблем у вас не будет а если вы вешаете на стену тогда смысла переплачивать за эту модель я не вижу никакого так давайте пройдемся быстренько по входам тут у нас все просто сетевой вход line in line out с другой стороны у нас displayport hdmi и старый добрый вгашный дсап далее на задней панели идет подключение usb портов то есть сюда вы засовываете основной кабель подключаете его к вашему компьютеру и вот здесь вот сбоку у вас идет два usb порта то есть если вдруг вам нужно что-то подключить какой-то периферии или что-то удобное в общем выход есть еще один большой на мой взгляд плюс это управление она не сенсорная то есть кнопки они нажимаются они абсолютно нормальные то есть их очень удобно нащупать очень удобно нажать что есть огромный и огромный плюс потому что вот в некоторых у меня например был до этого lg я замучился с этими сенсорами сенсорными клавишами это просто ужас и так разрешение данного монитора это 1920 на 1080 сама матрица это а м в а плюс лет матовая контрастность 3000 к одному яркость 300 расширенная контрастность 80 м к одному время отклика 4 миллисекунды у него есть функция overdrive динамики наушники это видимо подключение нет мерцания подавление синего цвета экономный режим по поводу звука это две колонки по 2 ватта но я думаю что использовать их конечно это извращение но они есть крепление веса 100 на 100 миллиметров то есть 10 на 10 сантиметров чтобы вы имели ввиду но она не так понимаю что принципе она у стандартная точные характеристики соответственно вы можете прочитать на официальном сайте ссылку я дам обязательно внизу как вы видите выглядит он достаточно прилично вот он я отражение конечно есть но в принципе он матовый да а если учесть сколько сейчас в данный момент горит освещение то отражение не такое сильное и так это первый тест звука данного монитора надеюсь вы слышите звук отвратительный ну он как бы есть но на самом деле лучше бы его и не было поэтому звук можно отключать смело что касается изображения вот смотрите углы обзора очень хорошие то есть сказать ничего не могу претензий никаких в этом плане у меня нет что касается визуально черного цвета ну не знаю монитор стоит в районе по моему я покупал 12 13 тысяч рублей ну как вы видите да черный цвет он черный но мне кажется все таки не такой черный как вот допустим вот в обзоре 46 дюймового монитора тоже от компании яма там немножко другая матрица но блин он хороший для чего я его покупал покупал я его как дополнительный монитор я купил их две штуки то есть чисто под монтаж видео никаких извращений игр и т.д. и т.п. выбитых пикселей точно я не вижу вот видите вот это полный черный цвет все равно вот здесь вот на мой взгляд немножко заметно да ну хотя сейчас в комнате все-таки горит свет я не в полной темноте ничего то есть чтобы вы нормально видели ну вот грубо говоря сейчас такое освещение как я не знаю твой вечером сели включили свет какой-то небольшой и вот сидите с монитором ну вот здесь вот видно да что он черный на самом деле это может быть если с каких-то углов посмотреть но опять же таки ценовая категория яркость на нем очень крутая то есть реально очень крутая он очень яркий и да вот сейчас вот видите прям вообще кошмар какой-то но на самом деле все не так страшно то есть вот вот реально не так страшно он не белый он сейчас черный комнате он сейчас черный давайте немножко пройдемся по меню и так сначала по кнопкам то есть ну соответственно кнопка input это выбор входа ну из трех возможных либо автоматически дальше exit exit все время работает как выход либо если вы нажимаете можно настроить ай-стайл то есть это уже предустановленные варианты далее если вы делаете стрелочку влево вы попадаете в режим эко соответственно тоже можно выбрать если режим вправо то регулировка громкости вашего динамика на мониторе но лучше и не трогать так по нажатии кнопки enter вы попадаете в главное меню соответственно еще раз enter вы попадаете уже в подразделы это яркость тоже вы можете сами выбирать так чтобы вернуться назад нажимаете exit один раз далее выбор входа ну соответственно в то же самое меню попадаете регулировка audi в то же самое меню ну чуть чуть другое вы можете уже выбрать откуда будет вход то есть соответственно через трех с половиной миллиметровый джек либо hdmi так далее у нас идет настройка цветов то же самое вы можете установить пользователем выбрать либо установить уже вот здесь вот холодный нормальный теплый ну не знаю мне кажется самый нормальный это нормальный либо и стайл когда я ставил работает то вариантов уже нет далее ручные настройки ручные настройки тоже все очень просто и спокойно так дальше у нас идет язык языков здесь дофигища китайский очень китайский средне китайские чешские и т.д. установочное меню тут у нас тоже в принципе ничего такого нет это где будет находиться ваше меню сколько она будет показываться нафиг не нужно так вот сейчас он работает на 60 герцах информация и соответственно полный сброс все по меню все вот сейчас вы видите да если сбоку посмотреть насколько за свет идет на черный цвет а ну на самом деле он не так сильно идет просто вот реально так кажется сейчас а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касается монтажа, все, в принципе, тоже достаточно удобно. Все выглядит очень прилично, поэтому даже не знаю, что сказать. Что касается фотошопа, то здесь, конечно, было бы удобнее, если была бы возможность поворачивать экран, но, как сказать, это уже зависит от вас. Можете купить с нормальной ножкой, и все будет в порядке. Тут как бы выглядит все вот таким вот образом. Ну, не знаю, на мой взгляд, все вполне удобно. Конечно, 4К было бы гораздо лучше, но, соответственно, цена была бы тоже гораздо лучше. Не знаю, на мой взгляд, показывает он реально достойно. То есть, за свою цену он очень даже ничего. Сейчас идет изображение в 4К. В общем, судить, конечно, вам. Меня полностью устраивает данный монитор, поэтому никаких предназий у меня к нему нет. А если вам понравился данный обзор, обязательно ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. А я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok